здравствуйте друзьям тут спрашивают правда ли что в америке на улицах чище чем вот я не знаю там допустим российской федерации а то вот мол машина стоит и пачкается вот даже никуда не едет опачкается там обувь там и так далее я хочу сказать что первый раз я услышал об этом о том что разница большая вот между скажем там москвой этого москве жил и например парижем у нас был товарищ на работе работал один он три года отработал в париже переводчиком он переводчик в то время работали в одном здании в разных лабораториях и нашу лабораторию поскольку там шел некий там учебный процесс как-то хотели красиво оформить и с международной выставки на красной пресне нам подарили ковролин такое ковровое покрытие там где-то вот значит нам дали какой-то кусок там рулон мы из него вырезали положили там напал в общем как-то вот так и он пришел потрепаться и вот он смотрит на этот ковролин и говорит нам ребята где-то вы зачем это положили и я могу ну вот же это красиво это так как бы по западному общем все такое он говорит понимаешь говорит он в париже вот ты можешь там утром пойти ночь на работу а вечером вернуться в ботинках лечь в кровать это не снимая и кровать не испачкается белоснежная а у вас песок на обуви вот у каждого к вам будут люди приходите вас через там неделю все это будет в песке в грязище там тут дождь там слякоть и вот все это на обуви у людей и ты ты даже не представляешь во что это скоро превратится вот и вот эта мысль о том чтобы ходить в ботинках а потом лечь в кровать она поразила за моё воображение такая образная была вещь когда мы оказались в соединенных штатах поначалу мы в сан-франциско жили пару лет а потом вот здесь где вы видите кремниевой долине я тоже сравнивал как бы что становится с автомобилем который просто стоит и никуда не едет ну когда едет отдельный разговор но когда вот не едет вот просто стоит себе автомобиль вот через какое время он окажется там достаточно грязным ой ну даже не знаю что сказать сейчас у меня требования например к лобовому стеклу более серьезные потому что я как блогер значит там все смотрю что было чистенько но если без этого так в нормальной эксплуатации бывает что и не знаю если машина две недели простоит на улице возле дома она немножко покроется пылью немножко не сильно ну просто потому что мимо кто-то проезжает что что происходит здесь действительно какие-то меры предпринимаются чтобы не было пылюки я не знаю кроме этого если еще что-то чисто вот климатическое но то что рукотворное я могу сказать что во первых когда что-то высаживается вот газоны там то городские власти и менеджмент тех зданий которые на коммерческих плазах и так далее значит они так делают чтобы грунта открытого грунта не было его присыпают корой деревьев толченой или это может быть не кора а какие-то такие но не знаю как щепки например они вот срезают ветки запихивают это в такую машину которая дробит все и все эти ветки там на какие-то маленькие там кусочки я не знаю конкретно происхождение вот этого материала но он есть и они разные бывают эти материалы иногда кам камушками могут присыпать тоже такой галькой это зависит от искать вкусов там денег бюджетовый так далее я сейчас вам рассказываю еду у меня справа здесь как раз вот присыпано корой вокруг деревьев и мне неудобно вот так с камерой ходить вокруг деревьев и снимать там что-то ну просто сейчас за рулем а как-нибудь я пойду погулять может быть отдельно сниму как это технически происходит вот действительно если ветер подует а ветер здесь есть как и в общем-то в любом месте ветер есть он не несет в себе пыль это правда следующий момент вот какой когда идет строительство она идет в общем-то повсеместно да вот поедешь тут строят там ремонтируют здесь носят чем все время какие-то работы производится стоят люди в зависимости от масштаба в стройке один человек там несколько человек и когда вот тут там копает или какие-то земляные работы происходят они стоят со шлангами и поливают чтобы не не было пылище то есть наверное какая-то пылище все равно есть тут я думаю что трудно обойтись совсем уже там по нулям но во всяком случае действительно как бы видимо требования городские никто бы не стал специально людей держать и деньги тратить просто из из доброго отношения к соседям видимо это все-таки требования какие-то но они они реально так стараются чтобы пыли не было вот наверное еще зависит от того где мы находимся или это большой город или это маленький город или это сельская местность соответственно там от уровня влажности наверное зависит от того там насколько там жарко или холодно я не знаю может быть там где мир снег зимой выпадает из с весны когда снег тает может быть там на улицах остается что-то что может давать какую-то грязь или ветром разноситься или может его как-то специально убирают не знаю у нас тут снега нет поэтому я уж так судить не могу то есть я не удивлюсь если выяснится что в каких-то климатических там зонах какие в каких-то территориях тоже есть проблема с тем чтоб и люка но я как-то не видал то есть я в разных местах бывал и даже например вот в аризоне где просто ну такая степь выжженная там кактусы вообще там не растет ничего столько не полить хорошо и собственно никто и не поливает так они камушками выложить тоже тоже не видел тоже не видел чтобы песок там или как это грязь или чтобы в лицо что-то или на автомобиль не замечал вот такой рассказ счастлива